Сыну было годик, мы отучали его, чтобы он спал отдельно. И чтобы он не плакал, я решила шить ему игрушку какую-нибудь мягкую. Мягкий зайка дал понять хозяйке. Вот оно ее призвание. Вскоре у куклы появились друзья. На очереди док, шитый в честь предстоящего года собаки. Иногда, может, и две недели учить на одну куклу, а иногда и за день, как на одном духу. У каждой куклы свой характер и ни одной похожей. Поддерживает Алину Тинчерову муж. Пока же наш йод, забота о четырехлетнем сыне и двухлетней дочери ложится на мужские плечи. Творчество не терпит суеты. Уходят себя в работу, тонкую работу. Лицо рисовать. Не отрываться надо. И сосредоточенность нужна. Кстати, своих детей мама обшивает сама. Но ее мечта – создать авторскую мастерскую, стать кукольником. Идеи новых персонажей уже есть. Хочется крылья сделать, такие большие глаза. Но цельца будет человеческая. Работа кропотливая. Кроме самой куклы нужно шить снаряды и крошечные ботиночки. Вся одежда снимается, чтобы было удобно стирать. Так игрушка будет дольше радовать свою хозяйку. Алсох Медзянова, Гульнас Хасан Шенейнсов, Миниханов. Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте. Мобильный репортер 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова